Привет, из Московской государственной консерватории Менчайковского. Я нахожусь в Рахманиновском корпусе. Сегодня будет презентация нового клавесина отечественного мастера Александра Баюнова. Вот он стоит, мой будущий клавесин. Уже наготове. Здравствуйте! В России таких ножек еще не делали. Смотрите, здесь карабинчик. Вот этот карабин полностью отпускается. Там дальше заводчик молния. Вот, по-моему, вообще какой-то тип чехлов рассчитан на цифровую клавесину. Валерики, можно и суть. И вот, посмотрите, мы сейчас садим, его ставим как надо. И вот этот вот великий, она в сторону туда. Вот, вам должны быть привычные такие штучки, как на органе. Только выполняют они функцию немножко другую. И на них отметинки, у них 7 положений. А диезы верхние, поскольку в этой музыке они используются реже. И вообще, собственно, ломаная октава, это уже более поздний вариант. Короткая была, то есть просто вот дурами. А дальше все как обычно. Клавесин имеет традиционный венецианский декор клавиш. Расцветку. Венецианский узор на шапито. Венецианскую орнаментику. Барочные ножки итальянского типа. Клавесин весит всего 18-19 килограмм. Здесь еще будет пульт и добавится лютневый регистр. Сейчас клавесин настроен в среднетоновой темперации. Здесь также есть типичная ломаная октава. Чтобы сыграть гамму, например, мы должны использовать с пропуском. Возвращаемся. Значит, смотрите, здесь нововведение такое есть. Движущийся регистровый блок. Вот. В результате можно играть, имитировать четырехход. Можно дать дальше следующее положение. Оно уже не очень четырехходов. Оно уже именно как ближнее. Ну и сильное ближнее. Дальше среднее. Это как раз, скажи, итальянская. Такая классическая. Меняется очень. Дальше среднее. Дальше среднее. Еще одна. Итальянская, но немножко другая. Это все 16-17. Дальше идут дальние. Они чуть-чуть более поздние. Скажи, они как фиксируются? Есть у них какие-то вот... А зачем их фиксировать? Здесь просто отметинки. Здесь визуальные отметинки. Визуальные отметинки. По ним вы просто выставляете. Субтитры создавал DimaTorzok. Он изготавливает посредством струны, также какие-то научные идеи предлагает. Мы решили взять за основу материала для основания латунь, отделка в красном дереве, ну внутренняя часть, естественно. Видите здесь розеточку по мотивам, как раз таки в баховой челюстине. С мотивами у них были похожи, немножечко отличалось оформление. Этот инструмент как раз звучит как лютня, или если в итальянской традиции, то как виола да ман, которую как раз итальянцы и воспринимали как такую разновидность высокой лютни. Я теперь появился два года назад электронный цифровой орган фирмы «Йоханус», и теперь вот итальянский будет клавесин фирмы «Александра Боевого». Поздравляем! «А что это за у вас ножки такие? Клавесинные ножки?» «Александра Боевого»